Здравствуйте всем, дорогие участники научного семинара. Я сейчас включу презентацию свою. Хорошо. Значит, мой доклад будет опираться на нашу коллективную работу, которую мы уже написали, презентовали, получается, в прошлом году. И это деглобализация, кризис неолиберализма и движение к новому миропорядку. Это была коллективная работа Олега Камолова, Маслова Глеба, он здесь присутствует, Далира Джаборова, Тамары Степановой и меня, Абдулла Рафаэль. И основные материалы я взял именно из этого доклада, но с акцентом на современные межимпериалистические противоречия. Для начала я хотел показать о том, что такое деглобализация. Но, по сути, деглобализация – это не совсем нужно понимать, что это отменяет глобализацию, а это в некий период в экономике, когда темпы глобализации снижаются. Мы это показали на основе некоторых фактических данных, например, отношения мирового экспорта и прямых инвестиций к мировому ВВП. Видно, как этот показатель стагнирует после финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. Также это можно видеть на примере динамики мирового кредитного рынка, например. И, к моему удивлению, я ознакомился недавно с докладом, опубликованным на сайте ВТО, о глобальных цепочках стоимости, и они тоже утверждают, что мир после 2008-2009 годов столкнулся с «слобализациейшем», они назвали, такая глобализация, но медленная, а до этого она была гиперглобализацией. То есть, так или иначе, наши выводы подтверждаются даже такими организациями, как, например, ВТО. Этот слайд я взял как раз из этого доклада, где они тоже показывают активность глобальных цепочек стоимости, которая тоже стагнирует примерно с 2010 года. Значит, также деглобализация характеризуется общим количеством принятых регулятивных мер, и мы видим, что их всплеск пришелся на 2021 год. Надо сразу же отметить, что в 2022 году здесь кажется, что принятых регулятивных мер сократилось, но это не так, потому что 2022 год здесь явно представлен еще не весь, и я думаю, особенно если взять Россию, то количество принятых регулятивных мер будет, конечно же, больше, чем в 2021 году. Если брать период до 2022 года, то основными инициаторами протекционизма были Китай и США, ну и жертвами протекционизма тоже явились эти страны. Ну, правда, большинство стран из большой двадцатки. То есть мы видим, какое сейчас происходит обострение противоречий. Ну, не буду долго на этом останавливаться. Теперь я перейду к тому, что является причинами деглобализации. Мы выявили, что деглобализации и глобализация, они сменяют друг друга, то есть носят циклический характер, и нашли два вида корреляции. Первое – это с технологическими укладами. Вот здесь представлены таблицы, с которыми технологическими укладами, которые многие ученые разделяют, правда, не все, конечно же, надо отметить. И вопросы границ технологических укладов и вообще даже их существования, конечно же, дискутируемы. Однако мы выделили, что глобализация распространяется на широком распространении технологических укладов, а во время, например, начала технологических укладов больше свойственная политика протекционизма. Объяснили мы это тем, что в начале технологического уклада, как правило, страны империалистические, прежде всего, они хотят внедрить инновационные продвинутые технологии, а когда уже эти технологии закрепились за ними, естественно, они хотят распространять эти технологии и либерализуют, например, торговлю и другие сферы деятельности. Основой движения технологических укладов мы выделили, это движение нормы прибыли, но я на этом сейчас останавливаться внимательно не буду из-за ограничения, временных ограничений. Второй фактор, влияющий на глобализацию, мы определили через призму мирсистемного анализа. Я думаю, это уже известно, что это такое, Григорий упомянул, что мирсистемный анализ показывает нам неоднородность капиталистического мира, что в нем выделяются страны-центра, полупериферии и периферии, и страны-центра могут безвозмездно присваивать ренту и другие доходы из периферии. Дальше мы взяли за основу идею Джованни Ориге о его системных циклах накопления капитала. Он построил эти самые циклы накопления капитала согласно известной формулы Маркса DT-D', то есть каждый цикл накопления проходит две фазы. DT – это фаза материальной экспансии, а T-D' – это фаза финансовой экспансии. Соответственно, он выделил два типа кризисов. Когда вот эта материальная экспансия сменяется, финансовый – это сигнальный кризис, а вот когда уже цикл накопления оканчивается, начинается новый – это терминальный кризис. Таким образом, Ориге выделил четыре цикла накопления капитала. Ну вот я взял прям слайд из его книги, где мы видим, значит, генуэзский цикл накопления капитала, голландский, британский и американский. Соответственно, в 70-е годы произошел кризис стакуляции известной, Ориге назвал его сигнальным кризисом США. После этого как раз началась финансовая фаза вот этого цикла накопления капитала, известные нам процессы финансионализации, то есть замещения производственных активов финансовыми, и также деиндустриализация США и вывоз капитала в страны периферии, полупериферии. Именно в этот же период времени мы можем видеть экономическое чудо Китая. И это не случайно, потому что деиндустриализированному Америке, например, и другим странам требовались дешевые товары. А они как раз могли быть произведены в странах с дешевой рабочей силой, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Здесь мы взяли за модель, чтобы интерпретировать мысль Азавы, который построил ее, так если я не ошибаюсь, у своего учителя Ахаматсу взял эту модель, как, в общем, развиваются страны или модель летящих гусей. То есть сначала, например, Япония развивалась как периферия США, дальше ее собственная периферия, это четыре тигра, дальше страны Асиан, дальше Китай и Вьетнам. И, соответственно, по этим ступенькам каждая из этих регионов развивалась, смещая трудозатратные, неэффективные производства к следующему гусю, а оставляя у себя высокотехнологичные производства. Именно с этой позиции можно объяснить восхождение как азиатских тигров, так и Китая. На этом слайде мы видим долю экспорта стран в общем мировом экспорте и видим фантастический рост Китайской Народной Республики. Сегодня КНР доминирует во многих отраслях народного хозяйства. Мы для анализа взяли промышленную экспансию КНР через черную металлургию. Не случайно мы взяли черную металлургию, потому что именно эта отрасль является одной из активных с точки зрения применяемых протекционистских мер. И именно эту отрасль многие страны мира защищают антидемпинговыми и другими мерами. Здесь мы видим, что сегодня 50% производства черного металла приходится на КНР, то есть с 90-х годов производство выросло более чем в 15 раз. Одновременно мы видим снижение роста производства сырой стали во многих странах мира, особенно в Европе и в других развитых странах. Здесь как раз экспортный и импортный баланс стали. Если до 2010-х годов практически Китай был нет-импортером стали, то потом к 2015 году он стал нет-экспортером. Ранее сказал, сначала был импортером, теперь экспортером. Но после, соответственно, 2015 года с серьезных санкций экспорт Китая резко упал. И еще очень важный тоже график, напоминающий предыдущее, это потребление стали Китаем. Мы видим его очень сильный рост. Это означает то, что Китай развивает свою промышленность, тяжелую индустрию, обрабатывающую станкостроение и так далее. И еще несколько слов об инвестиционной экспансии Китая. Китай не только производит товары, но и вывозит капитал, что характеризует ее как один из таких признаков империализма. Китайские, вот, например, прямые иностранные инвестиции в африканские страны, они гигантские, и со многими африканскими странами Китай является партнером номер один. Оттуда вывозит очень много сырья, леса и так далее. Это в том числе развивает так называемую политику ресурсы в обмен на помощь. Такая же подобная политика можно увидеть со странами латиноамериканского региона, где Китай также является очень крупным инвестором в эти страны. Однако вся вот такая политика Китая и ее положение в мире некоторым ученым позволяет сказать, что это и будет будущий гегемон и сместит на этом месте США. И, соответственно, новый системный цикл накопления капитала будет под эгидой КНР. Однако такие заявления, вероятно, преждевременные, потому что мы можем видеть, что в Китае вообще темпы экономического роста снижаются где-то с 14% в 2007 году до 6% в предыдущем. Также мы видим, например, если мы рассмотрим динамику ВВП Китая по элементам, то экспорт снижается, потому что стагнируется мировой рынок. И очень высокая доля накопления в Китае, то есть доля потребления не очень высокая, около 38%, тогда как, соответственно, инвестиции, они гигантские. И в этом смысле это позволяет косвенно сказать о относительном перенакоплении китайской экономики. Значит, также Китай отстает заметно в так называемом шестом технологическом укладе и по таким ключевым показателям, как, например, химия тонкого синтеза, даже я на днях исследовал рынок микропроцессоров и увидел, что, например, в Китае занимает где-то 5% глобального рынка микропроцессоров и полупроводников, а Америка, например, 49%, почти 50%. Но, однако, Китай очень много покупает этих микропроцессоров, 25% всего рынка идет на Китай, столько же на Америку. Но в любом случае даже эти 5%, конечно, это заметный вклад Китая, потому что это все-таки достаточно серьезный рынок. И еще здесь я хотел сказать, что в санкции против Китая в прошлом году и против компании Huawei, конечно же, отбросили китайскую микропроцессорную вот эту индустрию где-то на 20-30 лет назад. И это, кстати, тоже говорит, что вообще этот рынок крайне монополизирован. Например, производство фотолитографических машин производит практически единственная компания, ASML, которая базируется в Нидерландах. И запрет американцам и продавать голландцам эти машины в Китай подорвало вот эту отрасль микропроцессоров в Китае. Тоже мы видим, какие империалистические здесь тенденции, особенно вот в таких высокотехнологичных отраслях. Но это так, небольшая ремарка. Значит, производительность труда в Китае все же не очень высокая, и она отстает, например, даже от России. Темпы роста, простите за опечатку, у меня букву улетела, инвестиции в НИОКР, в экономике КНР снижается. И также, если мы посмотрим на сальдо торговли высокотехнологичной продукции, то она кажется достаточно высокой. Но если же посмотрим на сальдо торговли уже высокотехнологичными услугами, то здесь уже результаты не такие радужные. Но объясняется это тем, что, например, те же микропроцессоры Китай вынужден сначала купить, а потом их, например, устанавливают в компьютеры и так далее, и уже это продает. И в экспорте это считается как экспорт высокотехнологичной продукции. Поэтому предварительные выводы, что как будет развиваться Китай, ну, очень сложно. И, например, в правящих кругах Китая не все так однозначно. Есть представители, которые пытаются дальше вписать Китай в неолиберальную модель, которая позволила Китаю так быстро развиться и оставить, в общем, все прежде как есть. Ну, или, соответственно, Китай пойдет по пути собственной глобализации. Заканчиваю, да? И здесь я хотел сказать, что, привести цитату Маркса о том, что в привод, когда системных цикл накоплений, это цитата Маркса, но на нее также ссылается Ориги, показывая, что каждый гегемон перед своим упадком начинает финансировать, вывозить капитал как раз в следующего гегемона. Ну, например, генуэзцы финансировали Голландию, Голландию, Британию. В этой логике американцы должны финансировать, помогать китайцам. Но это оказывается не так. Если мы посмотрим на международную инвестиционную позицию Китая, то мы увидим, что она отрицательная, что означает, что США абсорбируют капиталы со всего мира. Ну, вот еще здесь такой есть неплохой график, показывающий вот эту как раз отрицательную международную инвестиционную позицию. То есть здесь что-то получается, обратный процесс. Я не знаю, как это интерпретировать, я только могу эту проблему поставить, и, возможно, мы в дискуссиях немножко на это обратим внимание. У меня все, спасибо за внимание. Андрей Иванович, мы тогда вас слушаем. Хорошо. Значит, мы увидели сегодня два довольно разных доклада, которые с различных сторон подошли к одной и той же теме. С одной стороны мы видим подход такой чисто марксистский политэкономический, где в основу исследования положены категории политической экономии, положено анализ характера производственных отношений, изменения этих производственных отношений в мировом хозяйстве и влияние неких базовых характеристик капитализма на характер мирохозяйственных отношений. С другой стороны мы видим подход с точки зрения миросистемного анализа, где больше внимания, которое отнюдь не чужд такому теоретическому политэкономическому анализу, но где гораздо большее внимание уделяется отношениям в мировом хозяйстве с точки зрения стоимостных и ресурсных потоков и их распределения между центром и периферией. С этой точки зрения можно сказать, что доклады дополняют друг друга, достаточно хорошо дополняют и было бы очень неплохо эти два потока знания интегрировать. Мне кажется, они друг другу не противоречат. Хотя многие теоретики миросистемного анализа, тот же Андрей Гудерфранк, например, они противопоставляли свою концепцию концепции марксизма и утверждали, что вот динамика центр периферийных отношений, она лучше объясняет эволюцию мирового хозяйства, чем марксистские концепции способов производства. Мне кажется, в этом отношении Андрей Гудерфранк был неправ совершенно, категорически неправ. И напротив, эти подходы как раз могут быть легко интегрированы, если оставить в стороне претензии на то, что миросистемный подход – это есть такая абсолютная всеобъясняющая теория. Мне кажется, поэтому вполне правомерны были вопросы Александра Владимировича, который стремился подчеркнуть тот факт, что динамику мирохозяйственных отношений надо рассматривать не только с точки зрения смены центров мирового хозяйства, но и с точки зрения изменения социально-экономического характера тех отношений, которые формируются в мировом хозяйстве и которые отражают эволюцию самого капитализма. Проще говоря, центр периферийных отношений на одном этапе развития капитализма отличаются от центр периферийных отношений на другом этапе. И в этом смысле мне понравилось внимание Сергеева к категории субимпериализм. Вот это как раз пример того, как центр периферийный подход обогащается политэкономическим анализом. Потому что одно дело сказать, что вот есть периферия, есть центр и между ними есть полупериферия, и с другой стороны показать эту полупериферию именно политэкономически. Что она такое есть? Не просто промежуточное положение между центром и периферией, а есть некая система отношений монополистического капитализма, которая отличается от монополистического капитализма центра и в то же время не является в полном смысле слова зависимой от монополистического капитала центра. Надо сказать, что вот этот подход, подход с точки зрения политэкономического анализа, он объясняет многие факты, которые чисто с точки зрения мирохозяйственного анализа не объясняются. Что я имею в виду? Ну, например, финансиализация. Была раньше финансиализация? Не было. То явление, которое можно назвать финансиализацией, с точки зрения миросистемного анализа, можно обнаружить только на определенном этапе эволюции центров мирового хозяйства. Финансиализация североитальянских республик торговых, финансиализация Голландии, финансиализация Великобритании. А сейчас-то мы имеем в виду, мы имеем на лицо финансиализацию не центра мирового хозяйства. Мы имеем в виду финансиализацию всего мирового хозяйства. Мы имеем глобальную финансиализацию. И при всех противоречиях современного глобального мирового хозяйства и тенденции к деглобализации, глобальный финансовый рынок – это то, что в глобализации остается достаточно прочь. Конечно, этот рынок не является глобальным в абсолютном смысле. Он тоже сегментирован. Но тем не менее, это явление, которого раньше не было. Второе, что можно объяснить с точки зрения эволюции самого капитализма, его природы, тех отношений, которые лежат в его базовых характеристиках, причем не только монополистического капитала, но и более глубинных, более абстрактных характеристик. Это тот факт, что дряхлеющий центр нынешнего мирового хозяйства Соединенные Штаты не финансирует своего приемника. Почему не финансирует? А потому, что изменилась природа самого мирового хозяйства и природа центра периферийных отношений. Она не такая, как была при предыдущих сменах циклов накопления и смены центров мирового хозяйства. И я полагаю, это связано с тем, что умирает и дряхлеет не только существующий центр капиталистического мирового хозяйства, но и капиталистическое мировое хозяйство, как явление. И чтобы удержать это капиталистическое мировое хозяйство, центр этого хозяйства, естественно, борется за собственное выживание. И поэтому Соединенные Штаты демонстрируют парадоксальное сочетание денежной экспансии с абсорбцией капитала. Вся, фактически, послевоенная история Соединенных Штатов и до краха Баретт-Ангутской системы, и после краха Баретт-Ангутской системы – это борьба за поглощение зарубежных капиталов для поддержки американской экономики. Мы видим здесь совершенно иную систему отношений, чем та, которая характеризовала центр периферийной отношения до того. А почему? Потому что именно финансиализация и глобальный финансовый рынок дали возможность Соединенным Штатам развиваться не за счет финансовой экспансии, не за счет вывоза капитала в другие страны, хотя вывоз капитала тоже из Соединенных Штатов происходит и в больших масштабах, а за счет того, чтобы бороться с перенакоплением капитала не путем вывоза его на другие рынки, а путем экспансии на финансовом рынке как таковом, путем перекачки капитала из реального сектора в финансы, но в финансовый сектор самих Соединенных Штатов. И использование этого финансового сектора для того, чтобы разворачивать потоки стоимости в мировом хозяйстве в свою пользу. Финансовый рынок выступает не как инструмент вывоза капитала, а напротив, как инструмент присвоения капитала Соединенными Штатами. Теперь о Китае. Станет ли Китай новым центром мирового хозяйства? Пока Китай, являясь второй по значимости мировой экономической державой, еще не может претендовать на это место. Почему не может? Потому что он не смог преодолеть несколько, скажем так, прорвать монополистические позиции старого центра. Тем более, что старый центр мирового хозяйства Соединенные Штаты, они не одиноки. Соединенные Штаты опираются на целую группировку развитых стран, используя их возможности для того, чтобы поддерживать свое доминирование в мировом хозяйстве. Вот эту монополию, глобальную мировую монополию Китай пока прорывать не может. Ни в технологическом отношении, ни в информационном отношении, ни в отношении исследований и разработок, ни в отношении образования, ни в отношении культуры. Кстати, в этом факте ответ на вопрос, почему Соединенные Штаты так боятся союза Китая и России. Потому что в отношениях Китай и России, возможно, два варианта развития. Первое. Китай рассматривает Россию как младшего партнера и свой сырьевой предател. И развивается за счет притока дешевых ресурсов из России. Это один вариант развития событий. Второй вариант развития событий. Китай рассматривает Россию как поле для капиталовложений в развитие научных исследований и разработок. Ахиллесова пита Китая – это отсутствие собственной школы фундаментальных исследований с глубокими традициями. Без такой школы в области фундаментальных исследований невозможно надеяться на получение прорывных технологических результатов в прикладных исследованиях. Единственная для Китая возможность в сравнительно короткие исторические сроки, не за 40, 50, 100 лет, а за 10, 15, 20 лет сократить отставание в этом вопросе – это скооперироваться с российской фундаментальной прикладной наукой, которая не до конца разрушена, которая еще сохраняет довольно значительный потенциал. И вот в такой связке Китай сможет предъявлять реальные претензии на мировую гигицу. Как будет, будет ли реализован такой проект, как он будет реализован, я пока гадать не хочу, потому что не ясно, какую позицию займет Китай в долгосрочном аспекте, в стратегическом. Вот. И какую позицию в этом смысле займет Россия? Если Россия сама сумеет продемонстрировать значительные успехи в возрождении фундаментальной прикладной науки и в освоении современных технологий, тогда вероятность такого сценария усиливается. Если нет, то вероятность такого сценария будет уже значительно более низкой. Вот то, что я хотел бы сказать по этому вопросу. Я думаю, что я уложился в гораздо более короткий срок, чем требовалось. И надеюсь, что остальные воспользуются временем для того, чтобы высказать свою позицию. Я хочу позволить себе тоже достаточно развернутые реплики. Прошу кого-нибудь, например, Григория, как первого докладчика, последить за регламентом, но я сам буду тоже поглядывать на тикающие часы. Ну, я бы попросил тоже 15. Думаю, что я имею на это право, поскольку не только модератор. Прежде всего, я очень рад тому, что состоялся этот спокойный, без особой спешки разговоры, хотя мы на часы указывали, но все равно докладчики говорили почти сколько хотели, дискутанты тоже. Это на самом деле хорошо, когда мы можем вот так спокойно обмениваться, задавать много вопросов. Я думаю, надо будет продолжить эту работу. И тема принципиально важна. Принципиально важно то, что здесь произошел такой, я бы сказал, откровенный диалог представителей и классической марксистской политэкономии, тех, кто в большей степени тяготеет к миросистемному анализу и анализу статистики, эмпирических материалов и политологов. В частности, Евгений Николаевич Мощелков говорил с позицией политологического, геополитического, извините, подхода к проблеме. Очень разные аспекты, но они все сконцентрировались на некоторых ключевых вопросах. Каких именно? Я позволю себе пройти в рамках логики докладов с добавлением каких-то своих собственных идей, базирующихся опять-таки на разработках наших учителей, коллег и уже молодого поколения. Прежде всего, о наследии советской политической экономии империализма. Великолепно то, что мы сегодня наконец про нее вспомнили, не только в докладе Григория Сергеевича. Дело в том, что целый ряд разработок этого направления теряется, в том числе даже теми, кто сам это все разрабатывал. На нашей кафедре есть немало, но еще сохраняются представители этого направления, которые отказываются от самих себя. Но в данном случае важнее другое. Важнее то, что мы можем сегодня использовать это наследие для объяснения очень многих важных проблем. Первый исходный пункт, который подчеркнул Григорий Сергеев, это то, что существует монополия как не только высококонцентрированный капитал, но и как экономический актор, который способен регулировать в локальных масштабах экономику, причем даже не только рынок, а вообще экономический процесс. Производство, потребление, распределение и не только экономические процессы, но и процессы, лежащие в социальной, политической и культурной сфере. Вот эта теория неполной монополистической планомерности, это, мне кажется, одно из величайших достижений университетской Цоголовской школы политэкономии, которая сегодня потеряна. Параллельно очень похожий вывод, но на другом языке и с большим акцентом на, скорее, поверхностных феноменах, таких как реклама и так далее, этот вывод сделал Джон Кеннет Гелберт. Но он акцентировал на иной момент, что корпорация – это плановая система внутри себя. Традиция Ленина, именно Ленина в данном случае, это не только внутри, но и влияние в область. Вот этот исходный момент, то, что корпорация способна оказывать влияние на национальную и мировую экономику, а не только внутри себя быть планомерно более или менее организованным, он принципиально важен. И про него регулярно забывает. Я практически сразу буду перекидывать мостик к империализму 21 века. Я бы сказал, к позднему капитализму 21 века, а не просто империализму, хотя империализм – это важный компонент. Сегодня эта неполная монополистическая планомерность не просто существует, она расцвела пышным цветом, превратившись в глобальные манипулирования. Один из неожиданных, может быть, примеров, я благодарен Наталье Яковлеву, что она сказала про образование, примерно то же самое можно было бы сказать про культурный империализм. Вот один из примеров доминирования Голливудца как транснациональной корпорации в сфере формирования образа мышления, не просто кино, образа мышления. Если мы посмотрим на национальное кино Китая, это клоны голливудских боевиков, только с китайскими лицами и на китайском языке. Если мы посмотрим на российские фильмы, это клоны голливудских фильмов или мыльных опер только с русским языком и русскими лицами. У них великий американский солдат всех по бивахам, у нас великий российский спецназовец всех по бивахам, у них китайский спецназовец всех по бивахам. Он хороший, она плохая, они бегут, то есть она тоже хорошая, они бегут от плохих и побеждают с сумкой золота. Бегут в прошлом, бегут в настоящем, бегут в будущем, неважно. Вот это такой очень смешной, но очень точный пример того, как корпорация проникает во все сферы жизни, даже там, где кажется, что создано независимое свое кино. Примерно то же самое происходит в производстве материальных благ, в сфере финансов, в сфере образования, вот о чем мы говорили и так далее. Это очень важно. Новейшее явление в данной сфере – это создание экосистемы. Очень красивый термин с позитивной коннотацией выбран. Но, по сути дела, экосистема любой, особенно финансовой корпорации – это паутина, в которую попадают все, кто пролетел рядом. Ну или поле зависимости, как у магнита, то, что мы использовали в качестве образа. Второй компонент, который потерян из теории империализма, монополистического капитализма. Этого момента не было в работах, он был идеологически и политически запрещен. Но в кулуарах проговаривался и, скажем, вот мы с Андреем Колгановым уже это для себя уяснили, как что-то реальное. А именно, подрыв не только товарного производства, но и подрыв основного производственного отношения капитала. Отношение капитала и наемного труда. Поздний капитализм – это ситуация, когда отношение наемного труда и капитала, эксплуатация и подчинение труда и капитала подорвано. В СССР сказать было нельзя. Это был оппортунизм, и сразу прилепливался ярлык. Даже за голову прилепили ярлык, как вы говорите, об элементах социализма при империализме. Нельзя. Ревизионисты. Здесь тем более. Но это очень важный момент. Потому что если мы посмотрим на историю капитализма XX века, особенно в welfare state, то мы увидим, что там очень многое из основного производственного отношения дополняется, вытесняется, противоречиво сопрягается с элементами будущего социалистического общества. Это касается, во-первых, большого общественного сектора, где просто наемный труд и капитал по-другому взаимодействуют. Это касается сильных профсоюзов, которые включаются во многие функции, вплоть до управления производством, подрыв, подчинения труда, капиталу. Это касается частичного перераспределения прибыли на пользу наемных работников. Это касается ограничений в охране труда, условиях труда, рабочих дней и всем остальным. Я не идеализирую эту систему, но это то, за что борются. Я приведу пример не Швеции, а приведу пример Латинской Америки. Вот Александра не даст мне соврать. Когда начинается движение к социализму в Венесуэле, в Гондурасе, во многих других странах, в Боливии, они начинают бороться за права рабочих, за увеличение налогов на капитал, за создание возможностей и участия работников в управлении, развитие общественного сектора и так далее, не проводя тотальную национализацию. Например, Венесуэла в эпоху Чавеса. Вот это очень важный момент. Его не было, но он вытекает из логики политэкономии. Третий компонент, который сразу мне хотелось бы подчеркнуть, это сращивание монополистического капитала с государством. Государственный монополистический капитализм. На самом деле это есть у Ленина, но в признаки империализма это не вошло. А это очень важный компонент. И что интересно, что в кондовых таких учебниках, я же не говорю тонких работах металлогических, были написаны формы этого сращивания, которые удивительно актуальны для сегодняшнего дня, но которые практически отсутствуют в серьезном политэкономическом или экономико-теоретическом анализе, возникают в анализе политологов, каких-то идеологов и так далее. Только один пример. Личная уния. На эту тему были написаны очень интересные работы с конкретными примерами, с историями биографии политиков и наоборот бизнесменов, системой, ну то, что мы бы назвали коррупцией, но там не коррупция, это просто государственные инвестиции, выгодные сферы для корпораций по официальным решениям государств. И даже редки никто не получает, просто работает классовый интерес государства. И обратно. Это только один канал, я сейчас не буду перечислять, но нас заставляли пять каналов сдавать на экзамене, если мы их не сдали, нам сдать двойку. Сегодня из них очень мало какие используются для анализов. Еще один компонент принципиально важный, это трактовка финансового капитала. Вот чего действительно не было, и Григорий об этом справедливо сказал, хотя, по-моему, как-то было несколько смикшировано, что ли, его мягким голосом, то, что сегодня финансовый капитал, который был сращиванием банковского капитала с промышленным, превращается в нечто другое, в силу которой не просто сращивает банк и корпорацию, а в силу которой доминирует как финансовая система, причем преимущественно в спекулятивной сфере над реальным сектором. То есть это не господство финансового капитала как единства банковского и промышленного, это господство спекулятивного, так скажем очень грубо, эффективного виртуального финансового капитала над экономикой и обществом. Это уже другая стадия. То есть та же логика, но стадия другая. Изменения произошли и глубокие. Можно продолжить вот эти изменения, которые опять-таки были зафиксированы, неравномерность экономического развития и то, что это приведет к военным конфликтам. Вот здесь было сказано, что ни Ленин, ни... Он Толкачев, про это сказал профессор Толкачев. Ни Ленин, ни Гильдшердинг не оказались правы. Аутский, извините, с теорией ультроимпериализма не оказались правы. На самом деле прав оказался Ленин. Почему? Он оказался прав, что это последняя стадия. Потому что через год после этого произошла социалистическая революция. Потому что после этого в 20 веке произошло еще, по-моему, около 30 социалистических революций, часть из которых победила, часть проиграла, если брать Латинскую Америку, если брать социалистически направленные национально-освободительные движения, если брать Вьетнам и прочее, прочее, прочее в Юго-Восточной Азии, Китай огромный. Они не все победили. Сегодня это не так? Да. Почему не так? Потому что история пошла назад. То есть Ленин был прав. Мы дошли до точки, до барьеров. Дальше либо мы прорываемся в социализм, либо идем назад. Вот я сейчас об этом буду говорить чуть позже. Мир пошел назад в историческом социальном времени. Вот, кстати, это то, что было наметками в марксизме до последнего времени, после падения Советского Союза, вот эта диалектика попятного движения, термин Людмила Булавки, просто реверсивное движение истории, регресс. Диалектика регресса – это вот новые разработки. Прямо такого понимания, что неразрешенное социальное противоречие вызывает попятное движение, такого тезиса в лоб теоретически сформулировано, по-моему, у классиков не было. И последующих работ советских, и не только советских, методологов, философов-политэкономов. Да, это последняя стадия. Дальше вперед идти нельзя, а назад можно. Очень интересный момент, который мне хотелось бы специально подчеркнуть, это то, что с точки зрения советских политэкономов политика была продолжением экономики. То есть, что политические механизмы, войны, колониализм, неоколониализм были продуктом экономических интересов. Вот Косин Заветович об этом говорил, профессор Мощелков, Евгений Николаевич это критиковал. Но мне кажется, что для того этапа, о котором писали советские политэкономы, это было право. Вот теперь мы переходим к современному этапу. Вот здесь очень многое меняется. Почему? Потому что началось попятное движение. Но прежде чем говорить о попятном движении, очень важно дополнить ленинскую теорию империализма, монополистического капитализма, теории социального капитализма середины 20 века. То есть, процесс социализации в советской политэкономии исследовался очень мягко, потому что прямо сказать, что внутри капитализма рождаются элементы коммунизма, было нельзя. Ну, чуть-чуть можно, и за это били. Но методология вела именно к этому. Сегодня эта методология разработана. Для нас, собственно, поздний капитализм – это капитализм внутри, такая стадия, когда внутри капитализма развиваются в массовом масштабе элементы будущего коммунистического общества. Неполная планомерность государственного регулирования – раз. Коррекция, частичная подрыва труда, частичная коррекция отношений подчинения труда капиталу и даже подрыв в каких-то мерах подчинения труда капиталу. Частичное перераспределение прибыли в пользу трудящихся общества. Другие критерии развития, кроме накопления капитала. Их может быть больше, меньше, это всегда переходные отношения, то есть нет чистой планомерности внутри капитализма, анклавтика – это грязная планомерность, это грязный общественный сектор, грязный подчиненный капитал. Вот этот компонент очень важен для понимания современной эпохи. И сегодня это эпоха, когда социализация снижается. Мы пятимся на это. Что важно для современной эпохи вдвойне? То, что мы вот в этом попятном движении, мы человечество. В следствии господства неолиберальной модели, которая уперлась в тупик, в предел, начинаем использовать методы позднего феодализма. Империализм в узком смысле слова, то есть империализм как господство, имперское господство в мире, начинает воспроизводить черты империализма эпохи позднего феодализма, феодальных империй. Вообще колониализм в точном смысле слова – это использование методов неэкономического принуждения по отношению к периферии. Неэкономическое принуждение – добужу разной формации. То есть колониализм – это система, которая использует методы предшествующего способа производства для укрепления себя на начальном этапе развития. Потому что, по идее, классическому капитализму колонии не нужны. Периферия нужна, колонии нет. Можно на базе свободной торговли, используя преимущества в капитале, технологиях и всем остальном. Оказывается, на начальном этапе нужны колонии. И долго нужны колонии. Но это колонии, которые нужны с экономической точки зрения, и где военные и политические методы играют вторичную роль, как сказать, они подкрепляют. Феодальная логика обратная. Мы сегодня начинаем воспроизводить исходное производственное отношение и империализма, как отношение насилия, натурализации, локализации. Закрыться и захватить территорию. Вообще говоря, капитализм территории не захватывает, как правило. Он захватывает экономическое влияние, политическое влияние. Территорию не захватывает. Он сажает абсолютно независимое правительство в какой-нибудь стране Латинской Америки или в Азии, которое ни от кого совершенно никак не зависит, абсолютно демократично. Он делает все то, что нужно корпорациям, транснациональным, даже не правительству в США, транснациональным корпорациям. Территорию они не подчиняют. Спасибо за намек, что надо заканчивать. Ладно, я переберу, как и вы, на пять минут. Сейчас логика другая. Логика политического подчинения, в этом смысле, Евгений Николаевич Мощелков прав, потому что начинает привноситься феодальная модель. Геополитика – это феодальная модель. Вот почитайте Грибоедова. Старички о чем говорят? О мировой политике. Любимые споры, дискуссии интеллектуалов и всех остальных. Эпохи позднего феодализма – дискуссия о мировой политике. Кто какая держава, какой царь, какой двор, при помощи каких интриг закулисных и прямых, какой войны, при помощи какой армии, как завоевал какую территорию. Вот мы сейчас возвращаемся в эту эпоху. Мы начинаем завоевывать территории. Мы человечество, господствующие империалистические державы. Не Александр Бузгалин, не Центр марксистских исследований, естественно. Вот это очень важный компонент, на который я хотел бы обратить внимание. Ну и, наконец, то, о чем мы не так много говорили, это о империализме или монополистическом капитализме как прологе социализма или, я бы даже сказал, коммунизма. Здесь я просто поставлю многоточие, поскольку основное я сказал. В принципе, внутри этой системы рождаются отношения, которые являются основой для генезиса нового общества. Вот в советской системе было принято говорить, внутри феодализма может раздаться капитализм, а внутри капитализма социализм рождаться не может, потому что нужна победоносная социалистическая революция. Победоносная социалистическая революция нужна, это абсолютно правильно. Она может происходить, когда эта система уже прогнила до последней степени, в том смысле, что она не живет. Как в Советском Союзе говорят, красиво гниют, сволочи. В том смысле, что она, капиталистическая система, вся пронизана порами других отношений. Дальше еще один шаг, он нужен политический шаг, действительно, это качественная смена. Это изменение политической власти, изменение господствующей социально-экономической силы, даже и так далее, собственность. Но шаг, который подготовлен. Вот еще немножко и шагнул. Великая французская революция. Франция феодальная, но вся внутри пронизана бурразной системой. Политическая революция, она находит свое подтверждение экономическое. Но это, правда, после 50 лет революции, войн и всего остального. И Парижской коммун окончательный. Вот это очень важные компоненты, которые мне хотелось просто сегодня подчеркнуть. Ну и суммирую вот отличие современного империализма от того, что было описано Лениным. В значительной степени это было сказано, просто попробую суммировать. Первый компонент. То, что неполная планомерность превратилась в тотальное манипулирование со стороны корпораций, причем распространяющиеся на сферы не только производства, распределения, обмена и потребления, но и на сферы культуры, образования, науки, медицины, и всего остального. Второе. То, что финансовый капитал превратился в господствующую силу, именно как капитал в сфере финансового посредничества. Виртуальный, эффективный финансовый капитал превратился в господствующую силу. Он не просто сращивает. Третье. То, что развивается нелинейно и сейчас по пятна, реверсивно, но развивается реверсивно, глупый, значит, развился до высокого уровня и деградирует процесс социализации капитализма по всем направлениям, включая отношения труда и капитала, распределение прибыли и так далее. Четвертое. Что рождается новый империализм позднефеодального типа, который борется за территории и в котором геополитика отражается как доминирующая сфера, потому что она отражает реальное основное содержание борьбы. Военное и насильственное, перераспределение ресурсов. Пробладение, феодализм, азиатский способ производства – это перераспределение ресурсов при помощи войны, при помощи насилия, грабежа, крестовых походов, наказания неверных, когда они завоевывали Европу мусульмане и так далее. Вот сейчас начинается то же самое, к сожалению. Ну и, наконец, еще раз. Да, это действительно последняя стадия. Просто из тупика можно идти назад. К сожалению, по этому пути сегодня пошло человечество.